Всем привет! Меня зовут Владимир и в этом видео мы поговорим на такую тему, как деньги. Почему у вас не удается заработать денег, что внутри вас сопротивляется к деньгам, к заработку, к тому, чтобы вы смогли себя реализовать, ну и, соответственно, наслаждаться своей жизнью. Значит, первое, что мы должны с вами разобрать, это то, что на самом деле, если у вас нет денег, значит, вы на это заслужили. Что я имею в виду? Если вам дать денег, больше денег, чем вы имеете, если дать вам много денег, вы себе навредите. То есть вы свою жизнь ухудшите, и более того, вы можете сделать так, что вы повредите жизни другим людям. Не просто так в нашей жизни получается, что у кого-то этих денег много, у кого-то этих денег мало. Вот просто даже задумайтесь, вот если взять бомжа, вот есть бомж, он каждый день бухает, он употребляет алкоголь, пытается заглушить свою боль, и что будет, если ему дать, например, миллион? Ну, произойдет какое-то чудо, вот он идет по улице, где-то повернул какой-то переулок, возле мусорника нашел миллион, чемодан с миллионом, что он будет делать с этими деньгами? Он этими деньгами пользоваться, соответственно, не умеет. Ну, просто чисто теоретически, вот представим, что так получилось, ему повезло. Есть у него деньги, что будет дальше? Дальше он эти деньги потратит на что? Правильно, он потратит на алкоголь. Он соберет с собой вокруг себя своих друзей бомжей, и они все эти деньги просто потратят на алкоголь. Скорее всего, кто-то умрет от передозировки алкоголя, кто-то у кого-то сердце не выдержит, то есть, либо они потратят на какие-то другие вещи. Дальше, как это относится к вашей жизни? Это относится таким образом, что ВАРС уже программирует, как пользоваться деньгами. Если вы думаете о деньгах, большая часть даже и не хочет денег. Те, кто хотят денег, они притворяются, что они на самом деле хотят денег, потому что для этого нужно делать те вещи, которые вы не делали. Если вы делаете деньги, делаете вещи, которые не устраивают вас в результате, и сколько вы получаете, значит, делать нужно другое. Это так, на заметку, ходить на работу. Соответственно, дальше, что из этого вытекает? Вы насмотрелись определенных фильмов, где есть богатые люди. Один из фильмов таких, например, как «Волк с Уолл-стрит», то есть, где Ди Каприо, главный герой, тратил деньги на что? На наркотики, на развлечения, на яхты, на самолеты. То есть, звучит оно и выглядит все очень классно и прикольно. И даже при просматривании видео у вас появляется определенная мотивация. Но эта мотивация только лишь на какое-то короткое время. Дальше вступают процессы, которые идут очень глубинные. А эти процессы, они скрываются внутри вас. Вот теперь мы подобрались плавно к теме подсознания. И подсознание считает, что вам денег нельзя, потому что если вы будете иметь деньги, вы себе навредите. То есть, что вы будете делать? Вы будете, соответственно, проститутки, кокаин, наркотики, какие-то тусовки, дискотеки, клубы. То есть, вы будете деньги тратить не на благость, себе не на пользу, а на разрушение. Потому что если бы вы каким-то образом бы помогали бы этому миру, помогали бы, вступили бы в процесс эволюции, жизнь бы вам это подтверждала, и у вас бы не было борьбы. Борьбы за то, чтобы заработать денег. Потому что в большинстве случаев вы просто-напросто занимаетесь выживанием. У вас постоянно недостаток, вы пытаетесь его каким-то образом закрыть. И те цели, которые у вас есть, они где-то в слишком далеком будущем, через год, через два, через три. Здесь также очень сильная ловушка, как раз такие, что вы считаете, что нужно планировать на очень далекие какие-то годы. На самом деле все происходит здесь, прямо сейчас. И оно заключается в ваших действиях, которые являются героическими. То есть то, что вы боитесь делать, это для вас показатель, то, что это и нужно сделать. И этот страх, он как раз-таки и идет из подсознания. На самом деле, в большинстве случаев у вас есть просто большущее количество страхов по поводу денег. То есть вы боитесь денег. Вы даже можете закрывать картинку, закрываете глаза, видите деньги, все классно, прикольно. Но если вам дать эти деньги, просто вот вживую большую часть этих денег, у вас начнет трясти, вам станет страшно. Многие из вас просто волнуются, когда есть деньги на банковском счету, а вдруг их украдут, вдруг что-то с ними случится. И да, на самом деле, это также есть программированные страхи от ваших же близких, от ваших родственников. Там бабушка говорила, нужно копить на черный день. Дедушка также говорил, нужно откладывать. И о чем это говорит? О том, что люди подстраховываются, но подумайте, что такое деньги. Деньги – это только лишь ускоритель. Ускоритель того, чтобы что-то получить. Соответственно, если вы их отставляете на черный день, вы ними не пользуетесь, может прийти такой момент, когда они обесценятся, и у вас этих денег больше не будет. Они будут бессмысленными. У вас просто остается бумага. Ведь люди между собой договорились, что деньги – это какая-то определенная ценность. С помощью этой бумаги можно менять ценность на бумагу. То есть у меня есть что-то, у тебя есть деньги. Ты приходишь ко мне, ты даешь мне деньги, я тебе даю что-то. Ну или наоборот. И, соответственно, если же копить на черный день, что-то произойдет. И вообще само понятие копить на черный день – это мышление раба. То есть только лишь рабский человек может этим заниматься. Потому что богатые люди, они используют деньги, у них деньги всегда в обиходе. Они не боятся, они не пользуются. Они постоянно их крутят, и у них всегда есть какие-то идеи. И, как правило, эти идеи, они очень-очень интересные, они очень необычные, и точно они не заключаются в том, чтобы ходить на работу. Потому что кто такой раб? Раб – этот человек, который ходит на работу, выполняет одни и те же действия, и ему дают подачку. Подачка в виде денег. Этих денег хватает только лишь на выживание, и, соответственно, на замкнутый круг. Чтобы выбраться как раз-таки из этого рабства, нужно находить прошивку. Прошивка в подсознании, через страхи на деньги. Вы даже не представляете, сколько у вас есть ложных убеждений, когда вы еще только вот развивались, до пяти лет, образуется такая вещь, как критический фактор. Критический фактор – это все то, что является платформой восприятие вашей жизни. Все, что будет являться не тем, чем является, что там заложено, оно будет отсекаться. И уже даже до возраста пяти лет у вас уже есть заготовки по поводу денег. Даже уже в утробном периоде, в период зачатия, то, что считает ваша мама по поводу денег, ваш папа, оно вам передается по наследству. То есть, если у вас родители бедные, вы гарантированно будете бедными, и вам придется делать что-то такое, чтобы искоренить эти программы. Для этого есть определенные инструменты. Есть, конечно, исключения, когда люди добиваются, несмотря на это успех, все равно. Но что, в каких случаях? Это в тех случаях, когда они эти программы проходили силой, то есть разрушали их героическими действиями, такими, которыми, да, вот не каждый способен. Правила – это люди, которые там в школе были, например, да, плохо учились, они не были послушными, потому что все это было заточено, чтобы вы были рабами, и у вас не было денег. У раба не может быть денег, у раба не может быть идеей о том, что он может как-то влиять на мир. Чтобы повлиять на мир, нужны, соответственно, ресурсы. Одним из таких ресурсов – это есть как раз-таки деньги. И вы просто, если бы знали, что внутри у вас есть, какие страхи по поводу денег, более того, за деньгами могут стоять обычные даже, вот, казалось бы, обиды. Где-то что-то в детстве кто-то сказал, что-то подумал, где-то что-то услышал, проникся определенным чувством. Психика принимает решение создать убеждение по поводу жизни. И если вы слышали от своих родителей, что деньги – это не самое главное, что после денег нужно мыть руки, таких поговорок, их очень много есть, они уже прошиваются в подсознание, и она будет все делать для того, чтобы выполнять программу. То есть она будет любыми способами выполнять свою функцию. Вы можете бороться через силой воли, когда сила воли на самом деле не дана для того, чтобы человек менял себя. Все изменения, все шаблоны, автоматические реакции, убеждения, они в вашем подсознании. Если же не поменять вот эту начинку, вы можете сколько угодно осознать на себе, проговаривать аффирмации, визуализации, говорить, что у меня все получится, и даже стараться и прикладывать усилия вас будет всегда возвращать. Вы будете доходить до какого-то уровня, вас будет назад всегда скидывать до того, чтобы перезапустить, чтобы программа себя выполнила. Просто представьте, что внутри вас есть компьютер, который работает на идеально. Идеально просто. Он просто знает свою работу и будет делать все, чтобы исполнить все на все 100%. Поэтому, если же вам дать денег, вот вернусь немного назад, да, то есть вы ними пользоваться не умеете, вы не знаете как, вас не научили, соответственно, вам этих денег да и не нужно. Более того, из вас многие готовы соглашаться на то, что у вас есть. Комфорт. Почему? Задав вопрос такому человеку, почему ты не хочешь что-то изменить. Он отвечает, мне и так нормально, мне все хорошо, мне этого достаточно. То есть, вот это то, что у человека есть, ему нормально. Если ему нормально, о чем можно говорить с этим человеком? Также есть люди, которые действительно хотят что-то менять. У них нет представления, как работают эти подсознательные программы, как работают эти установки. В таком случае нужны инструменты. Инструменты есть такая вещь, как интернет. Но самое интересное заключается в том, что все, что вы видите в интернете, вы ловитесь на халяву. Вы попадаете на бесплатно. Вы любите бесплатно пройти какой-то тренинг за три дня, где вам расскажут модель бизнеса, как создать суперкрутой бизнес и стать миллионером. То есть, у вас есть такие иллюзии, что это возможно сделать. А сама идея, чтобы достичь такого уровня, нужно приложить усилия. Более того, здесь в ход еще вступает такая вещь, как ваше призвание. Почему? Потому что каким образом вы будете зарабатывать денег, будет зависеть от того, какие чувства вы будете испытывать внутри. Потому что деньги можно зарабатывать и через страдания. То есть, совершать какие-то поступки, например, людей убивать и тем самым зарабатывать денег, но всегда чувствовать внутри вот эту боль, эти страдания. И в конечном итоге все это может развернуться и перейти в болезни. То есть, это все на самом деле не игрушки. И то, как вы будете зарабатывать эти деньги, зависит от вашего призвания. Чтобы найти призвание, все общество, все, что вас окружает, делает так, чтобы вы ни в коем случае этого не сделали. Очень богатые люди, которые занимаются своим призванием, это видно сразу, то есть, это люди, которые делают что-то полезное для мира, они принимают участие в жизни, они живут, они не игнорят жизнь. Люди же, которые игнорируют жизнь, жизнь также им отвечает, то есть, есть всегда подтверждение того, того, правильно ли ты делаешь. Если ты что-то делаешь, тебе, соответственно, мир от тебя реагирует и помогает тебе, он дает тебе шаг следующий. Ты делаешь один шаг, тебе дают возможность сделать несколько шагов вперед. И как раз это про призвание, тогда человек чувствует внутри, что вот что-то помогает, я на правильном пути, и самое главное, здесь можно говорить действительно о деньгах. В противном же случае вы просто будете страдать, то есть, это уже совсем новый уровень, когда человек занимается призванием. Все вот эти стартапы, бизнес-проекты, которые создают на коленках, какие-то суперидеи, это к чему приводит? Это всегда приводит к тому, что эта вся площадка закрывается, идея тухнет, и нужно создавать что-то новое. Даже если человек что-то там заработал, тем не менее, это постоянно вот такой бесконечный процесс. Почему? Потому что человек не хочет углубиться, углубиться и взять на себя ответственность, и самое главное, следовать своему призыванию то, для чего он будет. Он был рожден. Более того, призвание, это есть служение. Человек служит тому, для чего он родился. Он выполняет конкретную функцию. У каждого человека есть свое призвание. Кто-то уже его навсегда потерял, стал биороботом. То есть, у биоробота, это что такое? Это то, когда уже человека нету духа, и все эти программы его настолько заполнили, что призвание, чтобы там достучаться, невозможно. Это просто как костюм. Есть мясо, физическое тело, которое передвигается, совершает какие-то определенные действия, там, садится в маршрутку, в трамвай, ездит на работу, ждет пенсию. Это биоробот. Человек, живущий по призванию, он живет по своим правилам, ему не нужно ходить на работу, он сам себе устанавливает графики, у него нету никаких будильников, у него нету людей, которые будут давать ему конкретные указания, командовать ним, если он на это не согласен. Конечно, у них есть свои менторы. Кстати, самое важное в этом всем, это найти своего ментора, потому что, чтобы научиться зарабатывать деньги, вам все равно нужно ментора. И тут самое интересное, имеете ли вы правильного ментора, и умеете ли вы задавать вопросы, и анализировать ситуацию, ментор, который сейчас является вашим наставником, он достиг тех результатов, для того, чтобы вам говорить об этих результатах. Так правила нет. Вы попадаете на YouTube, и вам блогеры рассказывают про бизнес, и вам блогеры рассказывают про какие-то такие вещи, и просто для того, чтобы что? Для того, чтобы словить хайп, так как у них сама идея заключается на монетизации, они зарабатывают на этом деньги, и они в этом деле правы, то есть я никого, конечно, не осуждаю, они что-то до этого делают. Они делают видосы, вы ведетесь на эти видосы, вы их смотрите, вы время тратите на YouTube, тем самым от жизни отказываетесь, то есть вы стоите в сторонке, и ничего не предпринимаете. То есть просто просмотры каких-то сериалов, просмотры каких-то тупорылых роликов, вам это весело, вам прикольно, и вместе с этим вы предаете себя, предаете свое призвание, и считаете, что вот однажды появится какая-то супергениальная возможность, где вы заработаете денег. Ну, то есть это прям серьезнейшая галлюцинация, это чисто рода шизофрения, и чтобы вот с этой шизофренией работать, это, конечно, нужно убирать эти глюки. Эти глюки попали как раз туда через что? Через YouTube, через фильмы, через сказки, через мультики. Ну, вот подумайте, просто мультики, которые вам показывали. Вы помните, в чем идея заключалась этих мультиков? Практически везде всегда транслировалось, что богатство это что-то плохое, и что персонажи в мультиках, которые есть богатыми, это негативные герои, а те, которые спасают мир, прыгают вот прям жопой на бразуру, чтобы спасти весь мир, это хорошие люди. Было такое, правда, те персонажи? Было однозначно, знаю в 100%. Что у ребенка формулируется? У ребенка как раз-таки этот критический фактор, он податливый, то есть идея закладывается моментально в голову с помощью эмоций, с помощью реакций тела, то есть ребенок смотрит, он радуется, он проживает мысли, ощущения главного героя, и, соответственно, пропитывается новыми программами. И после того готовый биоробот. Человек вырастает, есть амбиции, цели, а достичь ничего не получается. Постоянно страдает, постоянная нехватка, постоянно проблемы. Все, это просто тупик. Поэтому, чтобы с этого тупика выйти, это возможно, это делается, но для этого нужно переустановить как раз-таки свои программы. Чтобы это сделать, нужно не бояться идти в боль. Потому что переустановление этих программ это неприятный процесс, он всегда сопровождается болезненными ощущениями, но это сделать можно. Поэтому, если вам это интересно, ссылки в описании, записывайтесь на консультацию, разберем, какие есть программы, что хотите получить, к чему хотите прийти. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok